Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Азда ТВ на Русском, в эфире новости Центральной Азии. Сегодня в выпуске мы расскажем. Просмотр и распространение видеоматериалов Национального альянса Таджикистана – настоящая причина приговора для имама Абдулханона Манонова. Слишком медленно. Как решается вопрос таджикской-кыргызской границы? Президент Туркменистана Ассердар Бердемухамедов помиловал почти полтысячи осужденных граждан. Просмотр и распространение видеоматериалов, запрещенного в стране Национального альянса Таджикистана – такова настоящая причина приговора для имама Абдулханона Манонова. Адвокат осужденного священнослужителя Саиджабур Алиев сказал, что его подзащитный зарегистрировался на YouTube под ником Мулу Абдулло и распространял видеоматериалы Национального альянса Таджикистана, и поэтому получил 6 лет лишения свободы, потому что разгон танцующих на свадьбе – это всего лишь мелкое хулиганство. Мнения самого священнослужителя и его родственников пока недоступны. Адвокат также не сообщил подробности судебного процесса. Напомним, что суд Хатлонской области приговорил 51-летнего священнослужителя Абдулханона Манонова к 6 годам лишения свободы. Его признали виновным в экстремизме. В январе в социальных сетях распространилось видео, на котором священнослужитель ругает жениха и гостей на свадьбе и требует прекратить музыку, и все это безобразие. Позже стало известно, что это был имам мечети, а жених – его племянник. Видео вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях и стало резонансным. При этом большинство пользователей считают, что это личное и семейное дело мужчины, поэтому задержание правоохранительными органами и заключение в тюрьму являются незаконным. Есть сдвиги, но работа идет слишком медленно. Так прокомментировал вопрос таджикско-кыргызской границы президент Кыргызстана Садыр Жапара. Он сказал, что в ходе работы таджикская сторона предложила определить один участок по карте 1924 года, поэтому работа останавливается. Президент Кыргызстана добавил, что такое предложение не соответствует ни юридическим, ни моральным нормам. И если обе стороны примут решение провести делимитацию на основании карты 1924 года, то надо пересмотреть все линии границы по ней. Ранее Садыр Жапара выражал надежды, что уже до мая этого года завершится определение линий границы с Таджикистаном. Президент Туркменистана Сирдар Бердемухамедов помиловал 463 осужденных граждан в честь священной ночи предопределения в месяце Рамазан. Соответствующий указ освобождает помилованных лиц от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы. Президент Туркменистана поручил ответственным чиновникам принять меры, чтобы помилованные граждане в самое ближайшее время вернулись в свои семьи. А главам областных, районных и городских администраций, также другим руководителям поручено принять меры по трудоустройству помилованных лиц. Продолжение следует...